В Москве состоялся первый профессиональный турнир по деловым шахматам с подробностями наш корреспондент Ольга Богословская. Часто турниры по классическим шахматам обвиняют в недостаточной зрелищности, поскольку для их проведения требуется большое количество времени. Для того, чтобы это избежать, были придуманы быстрые шахматы, сеансы одновременной игры и вот еще одно нововведение – деловые шахматы. Новая система проведения шахматных поединков не изменяет классических правил этой игры, однако от других методов имеет ряд принципиальных отличий. Деловые шахматы, они допускают командное обсуждение, которое позволяет скрыть, наверное, самое интересное в шахматной игре – это ход мыслей шахматиста, ход его рассуждений, а следовательно шахматная игра становится намного более понятной и доступной. Ноу-хау, а вы кемяна, кстати сказать, врача по профессии, человека, не имеющего непосредственного отношения к шахматам, пришлось по душе даже международным гроссмейстерам. Пять человек в одной команде должны быстро понять решение во время времени прийти к единому мнению. То есть, вот именно основная идея в этом. И причем важно, что есть возможность в случае, если мнения не совпадают, как бы проверить оба варианта. В первом профессиональном турнире по деловым шахматам приняли участие победитель чемпионата Москвы среди клубов и коллективов, команда Московского технического университета связи, в составе которой два международных гроссмейстера и второй призер первенства – клуб Тиграна Петросяна. Поскольку новый метод невозможен без общения шахматистов, тайные мысли игроков становятся доступными для любого наблюдателя. За голову шахматисты клуба Тиграна Петросяна действительно схватились, правда, лишь для того, чтобы тщательнее обдумывать ходы. Однако им просто не хватило отведенных для каждой команды полутора часов. Плажок упал и победа со счетом 10-0 была отдана связистам. Ольга Богословская, Николай Винокуров, Вести Спорт.